Теперь, что касается сути обвинения, попытка организации массовых беспорядков. Что это такое? Закон четко говорит, что такое массовые беспорядки. Это поджоги, это вандализм зданий, памятников и так далее. Это вооруженное сопротивление органов власти, полиции и так далее. Причем все эти действия закон перечисляет через запятую. Все должны быть одновременно. Поджог, сопротивление, организация пожаров, вандализм. Если только поджог, это уже не массовые беспорядки. Каждое действие необходимо, а все недостаточны для того, чтобы признать этот состав как попытку, либо организацию массовых беспорядков. Классический пример – это события 7 апреля 2009 года. Послушайте. Действительно, поджоги были, вандализм был, сопротивление властям, органам полиции было, было. Вот что такое массовые беспорядки. Теперь ситуация с Михаилом. Что-то мы могли наблюдать? Как эти два парня могут организовать это? Ничего нет. Поэтому власти говорят так. Попытка, то есть они хотели это сделать, но благодаря работе органов удалось пресечь эту попытку. Но хорошо, если это так, то о том, что у них была попытка это организовать, то должны указывать какие-то доказательства. Например, какие-то доказательства. Мы планируем массовые беспорядки. Значит, получается, какая-то группа людей. Мы планируем почта, телеграф, телефон, или инспектор от полиции. Эти планы. Ты идешь туда, ты идешь сюда. Оружие распределяем так, это распределяем здесь. Листовки, которые возбуждают политическую нетерпимость, раздаем там, клеим здесь. Деньги берем оттуда, даем сюда. И так далее. И вот с этим арсеналом нас накрывают органы. Они у нас изымают планы, деньги, оружие, распределение ролей. Ты их захватываешь в президентуру, я парламент, а ты бежишь на почту. И так далее. Встречаемся там. Ты выступаешь на митинге. Ты на том заборе клеишь листовки. Вот что такое попытка. Но ничего же этого не нашли, что указывало на попытку, реальную попытку, на реальное покушение организации, в плане организации этих манифестаций. Ничего не нашли. Ничего. Поэтому мы говорим, что понятно, что в никаких акциях протеста и речи быть не могло. Но мы говорим также о том, что и о попытке и речи быть не может. Вообще, как таковое, нет никаких доказательств. Они пытаются демонстрировать результаты биллинга, то есть прослушки, как говорят в народе, телефонных переговоров. Ну что? Я слушал лично эту прослушку. Ничего там связанное с тем, о чем мы сейчас говорим, не было. Что были листовки, призывающие к неповиномению, на примере Украины и так далее. Призывы к гражданской войне в Молдове. Ничего этого не было. Никакие листовки изъяты не были. Максимум плакаты 27-го съезда КПСС и пару листовок у Григорьчука. И то я потребую, чтобы провели леонидистическую экспертизу о смысловой нагрузке этих призывов, которые фигурируют на этих листовках. Но вот сегодня мне сообщили, что в Молдове нет специалистов в области русской филологии, которые могли бы определить всем нефикативное значение, то есть смысловую нагрузку этих текстов. Поэтому здесь надо будет нам подумать. Я пока не хочу афишировать тактику защиты, но очевидно, что нам придется требовать проведения экспертизы уже за пределами Республики Молдова, там, где русский язык находится на таком уровне, чтобы ответить на те вопросы, которые я поставил перед экспертом, так как наша Молдавская Академия Наук и наш судебный центр национальных экспертиз при Министерстве юстиции, они бессильны были это сделать на протяжении трех месяцев. И сегодня они направили в Генеральную прокуратуру письмо о невозможности это сделать. А кто может сделать, они не сообщают. Значит, также я сегодня через доверенных лиц обратился к Генеральному секретарю Парламентской Ассамблеи Совета Европы с открытым письмом, в котором я призываю лично Генерального секретаря и всю Парламентскую Ассамблею вмешаться в это дело с помощью дипломатических рычагов для того, чтобы законность, справедливость и гуманизм в этом деле восторжествовали. Я также указываю в этом письме, что уголовное преследование в отношении Амирберга Игоря Горчака это явная юридическая ошибка, которую компетентные органы не торопятся исправлять. Очевидно, потому что исправляя ошибку надо признать свою вину, что, дескать, мы ошиблись, мы погорячились, что наши разумные подозрения оказались и вовсе не такими уж и разумными. Не каждый осмелится. Также я призываю Парламентскую Ассамблею создать специальную комиссию по мониторингу за делом Амирберга Григорчук. Один из доводов, который я использую, это декларация европарламентариев и видных политиков стран-членов ПАСЭ о немедленном освобождении политических заключенных Амирберга Игоря Горчака, которые власти игнорируют и замалчивают. Так что я считаю, что у нас есть уже хорошая база, хорошая реакция на уровне ПАСЭ и в развитии этой работы будем добиваться и официальной реакции Совета Европы по этому делу. Потому что эта драма неоправданно затягивается и речь идет о человеческих судьбах. Люди страдают, находятся в тюрьме, но до них большинству граждан в принципе нет дела. Ну, эмоциональная сторона. Я даже не ожидал, что где бы я ни был бы в городе, как меня встречают, останавливают, незнакомые люди абсолютно. Абсолютно. Вы же адвокат, вы же защищаете этих ребят. Как вам тяжело. Но вы делаете такое дело. правое, правильное. Вы держитесь, не сдавайтесь. Но оглядывайтесь назад, когда возвращаетесь домой вечером. За вами, наверное, следят. Другая женщина в троллейбусе даже. Я даже за нее остановку проехал, троллейбусную. Ой, а что там с этими ребятами? Помогите им, пожалуйста. Вот настолько приятно и неожиданно для меня, как люди информированы, незнакомые друг с другом об этом вопросе. Но, вы знаете, говорят, что хороших людей больше, но просто плохие лучше организованы. Поэтому вот эти разрозненные мнения, отношения людей, все-таки их можно объединить вокруг этого дела. Потому что я много раз говорил, что в каком-то смысле эти ребята сидят за каждого из нас. Так как завтра на их месте может оказаться любой на основании каких-то разумных подозрений, имея квартиру с чистой судебно-правовой биографией, идентифицирован и так далее, и так далее, и так далее. Но если прокурор придет с какой-то писулькой, а судья, не имея материала в дело, даст 30 дней и будет это продлевать, так извините меня. Поэтому, конечно, эта ситуация зашла уже очень далеко. Я надеюсь, что до конца этого месяца материалы уголовного дела будут переданы в суд. И в отличие от сегодняшней ситуации, связанной с проведением судебных процессов в закрытом режиме, уже после передачи материала дела в суд, заседания должны быть открытыми. Так что каждый из нас может прийти в суд и присутствовать на всех судебных заседаниях под делом Мирберг-Григорьчук. Лично я, как адвокат, приложу все усилия для того, чтобы добиться оправдательного приговора в отношении этих ребят. и смотрю на это оптимистично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...